Итак, мы сказали, что нейтронные звезды обладают разными астрофизическими проявлениями, которые зависят, например, от скоростей нейтронных звезд, о чем мы говорили на предыдущей лекции, от массы, о чем мы говорили раньше. Но в первую очередь зависимость связана с магнито-вращательной эволюцией. На этой лекции мы в большей степени будем говорить о случае постоянного магнитного поля, а на следующей лекции рассмотрим эволюцию магнитных полей нейтронных звезд. Ну, немножко этой темы будем и сегодня касаться. Итак, нейтронные звезды эволюционируют. Скорости меняются, ну, относительно слабо, по крайней мере, распределение. Хотя иногда это тоже важно. Нейтронная звезда может вылетать из диска галактики, влетать в диск галактики. Соответственно, если она взаимодействует с межзвездной средой, то будет меняться характер этого взаимодействия. Но на более доступном нам, я бы сказал, интервале параметров мы можем сказать, что наблюдательные проявления зависят в первую очередь от температуры поверхности, периода вращения и магнитного поля. А скорость пока оставить немножко в стороне. То есть кинематическую эволюцию мы не рассматриваем. Тепловой эволюции у нас будет посвящена отдельная лекция. И остается магнитовращательная эволюция. Почему эти два параметра, период и магнитное поле объединяют вместе, ну, отчасти вы уже знаете, наверное, отчасти мы об этом поговорим. Про тепловую эволюцию я буквально покажу один слайд. Повторюсь, у нас будет целая лекция на эту тему. Нейтронные звезды, в общем-то, просто остывают. Мы будем обсуждать, что у некоторых нейтронных звезд есть дополнительные внутренние источники подогрева. Но они, если и работают эффективно, то относительно на коротком масштабе времени, коротком по сравнению, скажем, со временем жизни галактики. Но вот на этих картинках вы видите, что за время порядка миллиона лет даже самые горячие нейтронные звезды существенно остывают. Температура падает ниже, там, 100 тысяч кельвин. Такая температура при радиусе 10 километров, в общем, уже не позволяет получить заметный объект. Нас будет интересовать другая эволюция. В следующий раз, я надеюсь, все-таки у нас будет время для семинара, поскольку вот эту тему все-таки необходимо сопровождать таким медленным вырисовыванием графиков и выписыванием формул. Но сегодня мы, так сказать, заложим основы. Я буду следовать подходу изложению в целом, представленном в книге Владимира Михайловича Липунова. Основное такое издание этой книги выходило в 87-м году. Несколько лет назад книжку переиздали. Но, насколько я понимаю, там, по сути, были в первую очередь исправлены опечатки какие-то вот такие. То есть книжка не переписывалась. Но действительно там описана, очень хорошо описана традиционная картина, которую сейчас немножко продвинули вперед, но все равно нам вот эти основы важно разобрать. И для нейтронной звезды вводятся четыре основные стадии эволюции, которые называются эжектор, пропеллер, акретор и георотатор. Самая понятная, наверное, стадия здесь — это акретор. Это означает, что из внешней среды откуда-то прилетает вещество и попадает на поверхность нейтронной звезды. То есть то, что идет успешная акреция, означает, что вещество добралось до поверхности, собственно. Что может этому помешать? Ну давайте скажем пару слов про георотатор и практически про него забудем. Помешать может магнитное поле. И пример очень простой. Это, соответственно, Земля и солнечный ветер. Солнечный ветер не добирается до поверхности Земли. Почему? Потому что относительно напора этого ветра у нас очень сильное магнитное поле. Солнечный ветер не захватывается Землей гравитационно. Он просто обтекает магнитосферу Земли. Такая же ситуация может существовать у нейтронной звезды, и одиночной, и входящей в двойную систему. Но, как правило, это требует большого магнитного поля, но иногда это может достичь и просто низкой плотностью внешней среды. Скажем, нейтронная звезда, вылетев куда-то высоко над плоскостью галактики, может оказаться на стадии георотатора и при вполне себе скромном, стандартном магнитном поле. И так акреции может помешать просто магнитное поле. Теперь движемся в другую сторону. Пропеллер. Нейтронные звезды вращаются. Внешняя среда — это обычно плазма. То есть если вы просто кидаете дрова на нейтронную звезду, они, скорее всего, просто упадут на поверхность. Но, значит, с дровами в галактике напряжёнка, и поэтому пытается течь плазма. Даже если там много пыли, всё равно эта пыль перемешана с газом с достаточной степенью ионизации. Есть совсем-совсем экзотические случаи, когда нейтронная звезда может оказаться в среде, там, совсем холодной, не ионизованной, высокой плотности. Но это какая-то редкая экзотика. Соответственно, эта плазма начинает взаимодействовать с магнитным полем. И может оказаться так, что скорость движения магнитных силовых линий больше кеплеровской скорости на данном радиусе. И тогда частица плазмы, попытавшись встроиться, вморозиться в это поле, к нейтронной звезде двигаться не может, потому что это поле очень быстро вращается, будучи саму вмороженную в нейтронную звезду. И возникает таким образом барьер, который вообще был придуман Шварцманом в 70-м где-нибудь году, а популярность получил благодаря статье Илларионова и Сюняева 75-го года. Именно там это было названо пропеллером. То есть быстро вращающаяся мотосфера действует как такие лопасти-пропеллеры, через которые, значит, трудно пробраться. И, наконец, осталась еще одна стадия — эжектор. Радиопульсар включает в себя, как подстадию, самую известную стадию для нейтронных звезд — радиопульсар. Если нейтронная звезда быстро вращается и обладает достаточно сильным магнитным полем, то она генерирует в первую очередь поток релятивистских частиц. Во вторую очередь она генерирует электромагнитное излучение. Первая и вторая очередь — это по мощности. Основная мощность передается именно релятивистскому ветру частиц. Но для нас, конечно, важнее электромагнитное излучение, мы его принимаем непосредственно. Мы видим радиопульсары за счет радиоизлучения. Но радиоизлучение — это ничтожная доля от полных энергопотерь нейтронной звезды, от полных потерь энергии вращения. Так вот, этот поток релятивистских частиц и электромагнитных волн, примкнувших к ним от нейтронной звезды, может быть достаточно большим для того, чтобы выметать окружающее вещество вплоть до больших расстояний, больших по сравнению с любым характерным радиусом в системе. Какие бывают характерные радиусы, мы как раз с вами будем обсуждать. И поэтому вот эту стадию в целом называют эжектором. Нейтронная звезда может быть ярким радиопульсаром на этой стадии, может не быть. Может быть слабым радиопульсаром, может вообще не давать радиопульсарного излучения. Это с такой вот большой точки зрения некоторые подробности, которые важны для наблюдателей, но вот в терминах описания не очень важны. Так, а есть у меня... Да, отлично. Вот, давайте посмотрим на левый график. По вертикали отложен период вращения, по горизонтали так называемый гравимагнитный параметр. Вот он у нас вылез. Это М с точкой, темп акреции, деленный на квадрат магнитного момента. Магнитный момент это для дипольного поля БР куб. Соответственно, если типичный Р это 10 километров, 10,6 сантиметров, типичное поле 10,12 гаусс, 10,12 умножить на 6 в кубе, получаем 10,30. То есть типичный магнитный момент 10,30 в системе СГС. Теперь темп акреции. Смотрите, что важно, даже если акреции нет, темп акреции мы можем определить. Потому что темп акреции это просто некая комбинация параметров внешней среды и скорости движения нейтронной звезды относительно этой среды. То есть вообще говоря, там должна бы стоять комбинация плотности, скорости, но параметры этой комбинации таковы, что если акреция идет, то это будет темп акреции. Поэтому удобно даже для стадии без акреции характеризовать все таким вот одним коэффициентом. И оказывается, что мы с вами увидим отчасти дальше, отчасти на семинаре, во многие формулы входят комбинации. М с точкой делить на мю квадрат, но в какой-то степени. Поэтому все вместе удобный параметр. Он, смотрите, что показывает. М с точкой показывает влияние внешней среды. Как внешняя среда стремится прорваться к нейтронной звезде. Чем больше м с точкой, тем больше, соответственно, внешнее влияние. А мю квадрат показывает величину магнитного поля. Для всех стадий, и эжектора, и пропеллера, и георотатора, сопротивление нейтронной звезды акреции так или иначе связано с полем. Это или прямо поле, как на георотаторе, или вращение поля, как на пропеллере, или генерация релятивистских частиц на эжекторе. Все эти величины связаны с магнитным полем, и, как правило, через квадрат поля. Потому что энергия магнитного поля это b квадрат на 8π. Ну, то есть пропорционально мю квадрат. Поэтому мю всегда практически входит в квадрате. Вот. И, соответственно, их отношение показывает относительную долю. То есть чем больше гравимагнитный параметр, тем больше влияние внешних сил, и тогда мы в итоге переходим на акрецию, в конце концов. Чем меньше, тем, значит, наоборот. И вот на такой плоскости можно выделить схематичный, естественно, это очень схематичный рисунок с прямыми линиями, как там карта Африки. Четыре этих стадии. Соответственно, георотатор соответствует большим величинам поля, в первую очередь. То есть вот в m с точкой делить на мю квадрат мы увеличиваем знаменатель, соответственно, маленький гравимагнитный параметр. Если при этом, при большом поле, у нас нейтронная звезда быстро вращается, то будет работать пропеллер. Если она там еще быстрее вращается, будет генерация частиц, будет эжектор. Поэтому вот такая последовательность. В принципе, можно было бы нарисовать еще трек вот так. EPG. В принципе, возможно, такая эволюция. Трек номер один на самом деле показывает самую типичную эволюцию. На георотатор попасть сложно. Нужно там или очень поле большое иметь, или скорость большую. В общем, это редкая стадия. К тому же труднонаблюдаемая. Поэтому один самый типичный трек. Нейтронная звезда в среде постоянной плотности с неизменным магнитным полем просто замедляется. То есть эволюция простая. Эволюция не магнит-вращательная, а просто вращательная. Замедляется и последовательно переходит с эжектора на пропеллер, с пропеллера на акрит. Можем что-то менять. Ну, например, можем взять и пропустить одиночную нейтронную звезду через плотное молекулярное облако. То есть на короткое время резко возрастет эмс точкой. Или если это двойная система, вдруг возрастет темп потери вещества со второго компонента. Тогда наш трек сделает такую петлю, как вот у линии 2. Идет нормальная магнит-вращательная эволюция. Потом, хоп, мы резко увеличили числителю гравомагнитного параметра, скакнули на стадию акретора, пытаемся скакнуть назад, а за это время нейтронная звезда замедлилась немножко, и поэтому перескок на пропеллер не произошел. Ну, конечно, можно сделать так, что будет обратный перескок на пропеллер. То есть здесь эволюционных путей может быть много разных в зависимости от внешних условий. И, наконец, мы можем добавить эволюцию магнитного поля. Здесь она схематично добавлена очень просто. Вы помните, поле порождается токами. Ну и, соответственно, ток взяли и выключили. То есть, сильно перефразируя Борис Борисович, можно было бы сказать, кто мог знать, что это акретор, пока не выключили ток. Вот выключили ток, исчезло магнитное поле, и мы перепрыгнули на акретор. Естественно, если у вас есть просто голая нейтронная звезда, находящаяся в среде хоть какой-нибудь нулевой плотности, двигающаяся хоть с какой-нибудь бесконечной скоростью, то внешнее вещество будет захватываться гравитационно и падать на нейтронную звезду. А даже, кстати, если скорость бесконечная, просто вещество будет геометрическим сечением нейтронной звезды захватываться. Хорошо. Ну, говоря об эволюции, нам вообще удобнее какие-нибудь плоские графики, где по одной оси время отложено. И вот правый график именно такой. Ради разнообразия я вертикальную ось направил вниз. Горизонтальная ось это время, и мы стартуем с какого-то начального периода P0. Идет замедление. Как правило, период пропорциональный на какой-то степени времени. Поэтому в логарифмическом масштабе это прямая линия. Идет замедление. Мы достигаем некоторого критического периода, который соответствует некоторому критическому условию, равенству некоторых критических параметров, о которых мы будем в дальнейшем говорить. И у нас происходит переход на стадию пропеллера. Стадия пропеллера обычно очень короткая. То есть вот это замедление на пропеллере обычно короткое. Липунов очень образно, но при этом правильно иллюстрирует это следующим образом. На эжекторе у вас нейтронная звезда как бы взаимодействует с вакуумом. А на пропеллере она взаимодействует с реальным веществом, с плазмой. Ну, всякое взаимодействие с веществом идет более эффективно. Поэтому торможение на пропеллере идет более эффективно. Другое дело, что тут и затормозиться надо сильнее, но это уже подробности. Поэтому обычно стадия пропеллера сильно короче стадии эжекторов в норме. И нейтронная звезда переходит на стадию аккреции. Дальше период может продолжить замедляться, период продолжить увеличиваться, нейтронная звезда продолжит замедляться. И если мы говорим об одиночном объекте, то нейтронная звезда выйдет на некое квазиравновесие, период не будет расти в бесконечность, потому что турболизованная межзвездная среда будет раскручивать нейтронную звезду. Мы об этом еще поговорим, но полезно представлять себе уме в обратную картинку. Мы берем абсолютно невращающуюся нейтронную звезду и аккуратно помещаем ее в межзвездную среду. Помещаем ее с такими параметрами, чтобы она сразу оказалась на аккреторе. Среда начинает падать, но у этой среды есть какой-то крохотный, но не нулевой момент относительно звезды. Соответственно звезда будет раскручиваться, и поэтому какую-то частоту вращения она приобретет, то есть будет какой-то период. Ну поскольку среда турбулентная, параметры ее меняются, нейтронная звезда движется сквозь нее, попадает в области с разными параметрами, то здесь будут какие-то вообще говоря заметные флуктуации близи равновесного значения. Это вот такая совсем простая картинка эволюции, относительно линейная, несмотря на все это петляние. Вот дальше мы будем наполнять ее подробностями. Совсем чуть-чуть на паре слайдов буквально я упомяну о том, что конечно же есть более сложные случаи, конечно люди рассматривают более детальные модели, менее идеальные виды взаимодействия среды внешних с полем, но всего как бы не расскажешь, иначе нужно было целый курс отдельно про это делать. Да, и соответственно я заодно не лезу в детали, потому что многие вещи хорошо рассказываются в курсе Липунова, и я подозреваю, что кто-то слушает одновременно и его курсы модели. Хорошо, значит нейтронная звезда в таком подходе предстает нам как магнитный ротатор. Такой объект характеризуется в первую очередь массой радиусом, которые вместе дают момент инерции, частотой вращения, важно что это вектор, магнитным полем, опять-таки важно что это вектор, и вектор поля как-то ориентирован относительно вектора магнитной оси, то есть есть еще уголочек, ну вот здесь картинка Липуновская, он обозначал буквы бета, я в дальнейшем в основном буду обозначать буквы хи, но вас не должно смущать это, обозначения они периодически прыгают, естественно в разных работах на разных рисунках. Ну вот в принципе нам интересны изменения этих параметров, массу и радиус мы считаем неизменными. Эволюцию поля рассмотрим потом отдельно, про эволюцию вращения будем как раз сегодня говорить. Бета это хитрый параметр, он ну во-первых плохо определяется, а во-вторых совершенно непонятно что с его эволюцией. Ну про эволюцию бета я немножко скажу. Значит начинаем мы с эжектора. Более того начинаем со стадии радиопульсар. В простейшей модели, от которой потихонечку я бы сказал отказывается сообщество, но в простейшей модели начальная эволюция нейтронной звезды такова. Нейтронная звезда где-то родилась, мы поставили какую-то, ну например вот эту начальную точку на диаграмме ПП с точкой. Магнитное поле постоянно и нейтронная звезда двигается вдоль вот такой наклонной линии. Здесь показаны линии для полей 10-10 и 10-12 гаусс, но вот тут где-то там 10 в 11 с половиной примерно гаусс, чуть больше. И нейтронная звезда должна двигаться вот сюда. Двигаться, 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 двигаться и в простейшей модели она доходит до некоторой критической линии, где перестает работать каскад электрон-позитронных пар. Это так называемая линия смерти радиопульсара. То есть радиоизлучение здесь выключается, но нейтронная звезда остается на стадии эжектора. И дальше вот невидимая для радиоастронома движется вправо вниз. В современной картине все чаще отказываются от линии смерти. И просто важно, что у вас сильно уменьшается радиосветимость нейтронной звезды при движении вправо вниз. И поскольку все обзоры проводятся при какой-то конечной чувствительности, у вас возникает иллюзия вот этой линии смерти. Но на самом деле строгого выключения нет. Там еще много что происходит. Ужас становится пучок при больших периодах. Короче, пульсары вот чем правее и ниже они находятся, тем их труднее регистрировать. Поэтому можно обойтись без резкого выключения каскада. Но можно как-то это комбинировать друг с другом. Светимость пульсара связана с потерями вращательной энергии. Источником энергии радиопульсара является вращательная энергия. И для этого есть простая формула в первом приближении. Вот она выписана. ЛМ это собственно потеря вращательной энергии. Коэффициентик там может меняться. Но самое главное, что это пропорционально мю квадрат омега в четвертой степени. Дальше есть зависимость от вот этого уголка бета, который мы обсуждали. Угол между магнитным полем и осью вращения. Она вовсе не обязательно такая простая. Не обязательно это синус квадрат. Это тоже нерешенный до конца вопрос. Но самое главное, похоже, что она более слабая. Вот синус вы можете обратить в ноль, а потеря вращательной энергии, по всей видимости, вы не можете обратить в ноль. То есть даже если у вас соосный ротатор, синус равен нулю, потеря вращательной энергии падает не сильно. Так что часто вот этим множителям синус квадрат просто пренебрегают. Кладут его равным там единице, условно говоря. Вот. Соответственно, в такой стандартной картине, положив синус квадрат равным единице, вы получаете связь между магнитным полем и темпом замедления. Поскольку на семинаре все это вырешем еще. Потеря вращательной энергии это момент инерции умножить на частоту вращения, умножить на производные частоты. Тогда вы получаете оценку поля. Поле пропорционально квадратному корню из ПП с точкой. Ну а коэффициент пропорциональности вот такой. Соответственно, вот эти пунктирные линии проведены именно в соответствии с вот такой формой. Итак, в нулевом приближении, которое дальше можно модифицировать, люди этим занимаются, эволюция пульсаров представляется умеренно понятной. Такая, такой подход, такая модель, такой подход к эволюции пульсаров позволяет сделать оценку поля. Интересно, можно ли проверить это независимо? Ответ можно. В рентгеновских двойных, совсем других системах, которые на ПП с точкой, диаграмма не поместить, в рентгеновских двойных можно наблюдать циклотронные линии. Электронные циклотронные линии, их наблюдают с, не соврать, там 70 какого-то года. Давно, короче, наблюдают, но в последние годы резко возросло количество объектов, для которых их видят. А, даже написано, вот 76 год, это самая первая линия. Сейчас уже несколько десятков объектов показывает такие линии. Соответственно, энергия циклотронной линии по сути зависит только от поля. Но если вы не видите гармоники, то вот это N вам не важно. Красное смещение на поверхности нейтронной звезды не супер большое, то есть тут максимум десятки процентов добавляются. Так что вся зависимость в B сидит. И поэтому, померив энергию циклотронной линии, вы можете получить оценку магнитного поля. И действительно, поля порядка 10-12 гаусс, как вот тут, они померены для большого количества рентгеновских пульсаров. То есть все в разумном соответствии. Совсем недавно был поставлен рекорд, циклотронная энергия 90к была померена. Что здесь важно подчеркнуть? Вот на ППС-точке мы видим, есть и большие поля. И здесь электронная циклотронная линия находилась бы на энергиях, там, сотни килл электрон-больт. Такие линии мы не видим, потому что не умеем их смотреть. То есть циклотронные линии, вообще говоря, хорошо меряются спутниками типа, там, XMM, скажем. И у XMM спектральная чувствительность сосредоточена в довольно узком диапазоне. Ну, порядок величины, пускай, пример. Соответственно, вы всего порядок по полю можете покрыть таким диапазоном и уйти в область больших полей или, наоборот, очень маленьких циклотронными линиями трудно. Но, тем не менее, важно, что общую картину такие измерения подтверждают. И вообще важно, что у нас есть, ну, прямые, насколько это возможно в астрофизике, измерения магнитного поля. Теперь, значит, про замедление пульсаров. Проблема в том, что у нас нет детального механизма работы пульсаров. Используются очень разные подходы. Я не собираюсь в это углубляться. Радио пульсары и механизмах работы не наша тема. Желающие могут читать, скажем, хоть в УФН-е замечательный обзор Василия Семеновича Бескина и его соавторов. Ну, и есть много других обзоров, которые там можно в архиве находить. Важно, что... Я хочу подчеркнуть. Важно, что есть разные механизмы описания работы пульсара. И вообще говоря, люди получают разные формулы. Иногда все-таки заметно отличающиеся от магнитотипольной. Но большая часть современных работ все-таки дает формулы, похожие на магнитотипольную. И поэтому я в дальнейшем не буду обсуждать отличия. И во всех иллюстрациях буду пользоваться магнитотипольной формулой. И на семинаре мы так совсем на пальцах, немножко таким упрощенным, нечестным способом мы ее выведем. То есть мы ее выведем, но априори, я бы сказал, не очевидно, что это правильный вывод. Важно, что совпадает с более сложным получением. Как бы то ни было, если мы концентрируемся на магнитотипольной формуле, то на стадии эжектора, а магнитотипольная формула должна работать для всего эжектора, период пульсара растет, если не меняется вот этот уголочек Хи. Угол между магнитным полем и осью вращения. И тогда все очень просто. Эволюция асимптотически идет как время в степени 1 на 2. Ну, есть какой-то нулевой период, но когда вы сильно от него отошли, то тогда вы уже садитесь на линию период пропорциональный Т в степени 1 на 2. Если эволюционирует вот этот угол, тут все становится сложнее. Это в свое время было такой большой обсуждаемой темой, поскольку в базовых физических простых моделях радиопульсара этот угол эволюционирует и эволюционирует быстро. То есть эволюционирует на том же времени, что и период. То есть П делить на П с точкой по порядку величины равно Хи делить на Хи с точкой. Если бы это было так, то пульсар очень быстро приходил бы в состояние, в ориентацию, где минимизируются вращательные потери. И тогда периоды пульсаров замораживались бы там, что в модели токовых потерь, что в модели магнитодипольных. Мы этого не наблюдаем, и поэтому нулевым предположением после этого становится отсутствие эволюции угла Хи, хотя это значит вполне себе обсуждаемая вещь. Эволюцию радиопульсаров очень любят описывать, используя такой важный параметр, как индекс торможения, breaking index. Вот это его определение. Breaking index — это омега на частота вращения на второй производной частоты делить на квадрат первой производной частоты. В магнитодипольной формуле классическое значение тройка. Ну, если вы катангенс нулю кладете равный, то получаете тройку. И действительно измерения показывают, что есть пульсар, у которого breaking index близок к тройке. Но вообще говоря, есть отличия. Есть пульсары с breaking index меньше тройки, и, скажем, люди, развивавшие модель токовых потерь, долгое время считали, ну, может, и считают это аргументом в пользу своей модели. Есть пульсары, у которых сильно, там, не в разы, а на порядке значение breaking index отличается от классических значений. Связано это с тем, что пульсар все-таки живет своей сложной жизнью, там происходят гличи, они могут быть маленькие, то есть мы их не воспринимаем как гличи, но пульсар все время потряхивает, и поэтому его период меняется очень сложным образом, что в терминах breaking index будет выражаться в нестандартных, скажем так, значениях. Ну и, кроме того, может эволюционировать магнитное поле, о чем вот мы потом будем говорить. Есть пульсары очень хорошо изученные, и вот здесь есть тоже интересные результаты, которые очень трудно интерпретировать в рамках большой картины, я бы так сказал. Есть данные наблюдения для пульсаров Краби, которые наиболее простым образом описываются как изменение угла между осью вращения и осью магнитного диполя. И темп получается достаточно высокий, полградуса за 100 лет примерно. То есть что там получается? Градус за 200 лет, значит десятки градусов будут набираться за тысячи лет. Это вообще говоря нехорошо, это очень быстрая эволюция. Я бы сказал, что это плохо вписывается в большую картину и может указывать на то, что этот угол или испытывает какие-то там квази-периодические осцилляции, и сейчас он меняется в одну сторону, потом будет меняться в другую, или могут существовать какие-то эпизоды в жизни пульсара, когда этот угол меняется сильно, ну а потом он эволюционирует с меньшей скоростью. В общем это достаточно интересно. Про пульсары я еще несколько слайдов, наверное, покажу, но скорее они нам будут важны для одной из дискуссий в дальнейшем. Значит, проблема состоит в том, что у нас нет детального механизма пульсарного излучения. Лет 20 назад были большие надежды на то, что получение большого объема данных по гамма-излучению радиопульсаров позволит выделить правильную модель, но на самом деле этого не происходит. Что, собственно, показано на этом рисунке? Нам интересно в первую очередь понять, где генерируется излучение в радиопульсарах. То есть вот представьте, есть нейтронная звезда, есть магнитосфера. Вот где-то в магнитосфере генерируется излучение. Это может происходить совсем близко от поверхности пульсара, может происходить в какой-то протяженной области вдоль силовых линий, может происходить там, где заканчивается стационарная магнитосфера. И от этого будет зависеть профиль импульса пульсара. Соответственно, вот для некоторых заданных параметров излучения можно рисовать такие картинки. Что здесь у нас есть? По горизонтальной оси отложена фаза вращения пульсара. А по вертикальной оси ориентация пульсара относительно нас. То есть если мы берем один и тот же пульсар, но смотрим на него с разных точек зрения, то за один оборот наш взгляд, луч зрения, прочертит вот какую-то горизонтальную линию. Он может прочертить такую горизонтальную линию, что мы вообще не будем видеть пульсарного излучения. может прочертить линию, где у нас будет два импульса за оборот. Может прочертить линию, где будет один импульс за оборот. И казалось, что получение таких данных одновременно в разных спектральных диапазонах поможет построить модель излучения радиопульсара. Но пока, в общем-то, к однозначным выводам прийти не удается. И, наверное, это я поэтому пропущу. Это я тоже, пожалуй, пропущу. А продолжу говорить про эволюцию угла между магнитной осью и осью вращения. Этот угол может меняться, если у нас звезда прецессирует, как вы помните. Соответственно, звезда может быть сжатая, может быть вытянутая, например, за счет магнитного поля. Тероидальное магнитное поле приводит к такой вот вытянутой конфигурации, как на левом рисунке, полоидальное к сжатой конфигурации. В первом случае угол между осью вращения магнитным полем эволюционирует к 90 градусам, во втором эволюционирует к нулю, к соосности. И люди пытаются понять из наблюдения, что получается. Но ответ, что не получается понять, как эволюционирует угол. Поэтому эволюция угла между осью вращения и осью магнитного диполя для радиопульсаров по-прежнему остается такой темной областью. Это я тоже, пожалуй, пропущу. Здесь, соответственно, в разных моделях люди пытаются посчитать, в какую сторону как будет эволюционировать угол в случае тероидального поля. И здесь получается довольно интересный вывод у них, что в зависимости от начальных параметров поля и периода по вертикальной оси начальная частота вращения отложена. Соответственно, угол будет эволюционировать или в одну, или в другую сторону. То есть, в общем, люди пытаются играться с этими штуками. Но здесь, как мне кажется, есть некие такие концептуальные вопросы. В рамках какой-то модели заданной вы можете посчитать эту эволюцию, но задать саму модель правильно пока с уверенностью нельзя. Поэтому мы возвращаемся, значит, к нашей простой картине, где мы рассматриваем эволюцию с постоянным углом, с постоянным полем в некоторых случаях. И говорим в первую очередь об эволюции периода. И эта эволюция периода приводит к смене стадий. Вот в подходе, который развивал и, по крайней мере, очень хорошо суммировал Липунов, в этом подходе удобно описывать переходы между стадиями с помощью условий на некоторые критические радиусы. И выделяется несколько таких радиусов. Значит, здесь их сколько? Четыре штуки выписано. Но Шваршильдовский радиус нам не очень важен. Это как бы пятый радиус. Его здесь нет. Поэтому мы рассматриваем более такую макроскопическую картину. Но, как правило, все эти радиусы сильно больше размера нейтронной звезды. Исключая какие-то экстремальные комбинации параметров. Итак, первый важный радиус — это радиус светового цилиндра. Этот радиус связан с предельным расстоянием, на котором, возможно, замкнуты силовые линии. Мы говорили с вами, что силовые линии вморожены в поверхность нейтронной звезды. Нейтронная звезда вращается. Соответственно, точка на силовой линии движется с какой-то скоростью. И скорость — это просто омега на r. Омега — частота вращения нейтронной звезды. r — расстояние от оси вращения. Соответственно, чем дальше мы отходим от нейтронной звезды, мы можем брать линию, которая начинается все ближе к полюсу. Тогда она уйдет дальше от нейтронной звезды. И давайте мы для простоты рассмотрим соосный ротатор и будем рассматривать экваториальную плоскость. Вот мы перебираем силовые линии, идем все дальше, дальше, дальше. У нас растет скорость вращения. И, наконец, она достигает скорости света. Соответственно, частицы теперь не могут быть вморожены в такое магнитное поле. И в этом смысле у нас магнитосфера заканчивается. И вот это предельное расстояние — это и есть радиус светового цилиндра, и расстояние записывается очень просто — c на омега. То есть скорость равняется омега на r. Скорость кладем равным c, получаем rl равняется c на омега. Здесь индекс нижний L традиционно. Просто похоже на единичку. Хорошо. На стадии эжектора нейтронная звезда испускает релятивистский ветер в первую очередь. А снаружи есть среда какая-то с ненулевой плотностью. И в начале у нас давление релятивистского ветра намного больше давления в среде. Но мы удаляемся от нейтронной звезды, давление пульсарного ветра ослабевает, естественно. И, наконец, на каком-то расстоянии сравнивается с давлением внешней среды. Вот этот радиус называется радиус Шварцмана. Эти два радиуса являются очень существенными для стадии эжектора. Следующий важный радиус — это коротационный радиус. Он важен для стадии пропеллера. Коротационный радиус — это радиус, на котором скорость движения силовой линии равна кеплеровской скорости. То есть скорости кругового движения. Поэтому, соответственно, частица, вмороженная в магнитное поле, имеет кеплеровскую скорость вращения, такую же, как движение этой силовой линии. То есть частота вращения совпадает с частотой вращения нейтронной звезды. Это еще один важный критический радиус. Следующий радиус — радиус магнитосферы или альвеновский радиус. Иногда немножко отличают альвеновский радиус от радиуса магнитосферы, но пока нам это не важно. Пока это для нас характерный радиус, на котором давление внешней среды сравнивается с давлением магнитного поля. То есть давление магнитного поля — это просто b квадрат на 8π. Ну а давление внешней среды зависит от ситуации, и критический радиус обозначается r. И, наконец, для нас очень важно, является ли внешняя среда гравитационно захваченной нейтронной звездой или нет. Причина очень проста. Если у вас гравитационного захвата нет, то внешнее давление — это, по сути, если среда не движется, то просто давление в среде. Плотность там на квадрат скорости звука по порядку величины. Если нейтронная звезда быстро движется относительно среды, то внешнее давление — это ρ на v квадрат. Пополам, опять же, если хотите. ρ на v квадрат по порядку величины. Соответственно, если же вещество гравитационно захвачено, то тогда давление внешней среды будет нарастать. Ну, вы, например, это можете понять, потому что вещество просто разгоняется. Вы по-прежнему можете считать, что давление вы можете определить как ρ на квадрат, но у вас и плотность растет в этом захваченном веществе по мере его натягивания, по мере аккреции. И скорость растет, потому что это скорость свободного падения в первом приближении. Соответственно, важно понять, является ли вещество гравитационно захваченным или нет. И для этого вводится радиус гравитационного захвата. Я обычно дальше его буду обозначать rg, и он просто записывается вот в таком виде. То есть это означает, что v, скорость движения относительно внешней среды, сравнивается со второй космической скоростью на этом радиусе. Этот радиус определяется как радиус, на котором скорость движения внешней среды соответствует второй космической скорости. Если скорость движения внешней среды меньше, то, соответственно, частица будет иметь отрицательную энергию относительно нейтронной звезды. Хорошо. Ну, теперь давайте, по крайней мере, посмотрим на формулы. Выводить все это, я думаю, будем в следующий раз. Я думаю, вообще в следующий раз мы начнем с того, что закончим эту лекцию, проведем семинар, а потом двинемся дальше. Итак, шварцмановский радиус определяется давлением ветра частиц. И нам важны некоторые зависимости. Что мы видим? Мы видим, что чем больше магнитное поле, тем дальше будет шварцмановский радиус. Чем быстрее вращается нейтронная звезда, соответственно, тоже он будет, тем дальше. Вы помните, мю квадрат на омега в четвертый, это то, что задает нам потери вращательной энергии. На что у нас стоит в знаменателе? У нас стоит эффективный темп акреции. То есть на самом деле комбинация плотности и скорости внешней среды. И стоит скорость внешней среды. Почему просто в бесконечности? Потому что мы рассматриваем здесь, мы записали формулу, для гравитационно-незахваченного вещества. И тогда, соответственно, скорость вещества просто равна относительной скорости движения нейтронной звезды и межзвездной среды. Коротационный радиус. Нам вот эта большая формула в середине нужна. Здесь идея очень простая. Скорость вращения v это омега на r. И вы говорите, что вот эта скорость равняется кеплеровской скорости. То есть корень из gm делить на r. Соответственно, корень из gm делить на r равняется омега r. Из этого вы получаете вот такую вот формулку. И, наконец, альвеновский радиус. Здесь очень важно, захвачена среда или не захвачена гравитационно. Легко сообразить, что вот этот первый случай, он будет соответствовать стадии георотатора. Там у нас гравитация не важна. Поток внешнего вещества прямо взаимодействует с магнитосферой, обтекает ее. И там важны параметры v бесконечности. Если же гравитационно захвачено вещество, то формула будет совсем другой. Она довольно легко уводится. Мы с вами в следующий раз это сделаем. Ну вот в оставшиеся минуты я проговорю какие-то вещи. Я их повторю в следующий раз. Ну и на семинаре мы еще раз повторим, поскольку в этом важно разобраться. Но поскольку это такие существенные идеи для нас, и на экзамене будут задачки про это, то не грех повторить это несколько раз. Значит, переходы между стадиями, которые мы будем записывать как равенство радиусов, на самом деле связаны с равенством давлений. И по горизонтали отложено расстояние от нейтронной звезды, по вертикали отложено давление. То есть в данном случае p это не период, а давление. Жирная линия это то, что нам дает внешняя среда. И снаружи внешняя среда оказывает постоянное давление, пока она гравитационно не захвачена. Когда она гравитационно захвачена, здесь есть разные варианты, но будет возникать степенная зависимость. И как бы то ни было, она не очень крутая. Теперь давление внутреннее. Это всегда давление, связанное с магнитным полем, так или иначе. Потому что энергия релятивистского ветра, она тоже опосредованно связана с энергией магнитного поля. Мы на семинаре на это посмотрим. И вот что у нас получается. Смотрите. До радиуса светового цилиндра у нас есть магнитосфера. Поэтому мы просто считаем все по формуле b2 на 8π. Поле мы считаем дипольным. Почему? Есть другие мультиполя. Но другие мультиполя очень быстро спадают с расстоянием. И если мы отошли на расстояние нескольких радиусов нейтронной звезды, то выживают фактически уже только дипольные составляющие. Дипольное поле спадает как обратный куб радиуса. Поэтому энергия магнитного поля b2 будет спадать как радиус в степени минус 6. Это очень крутая зависимость. Но нам важно другое. Нам важно всегда, как стакан наполовину полон, наполовину пуст. Нам важно не то, что она быстро спадает наружу, а что это давление быстро растет при приближении к нейтронной звезде. Вот что существенно. Смотрите. Значит, про вторую половинку сейчас поговорим. Если у нас вещество проникло под радиус гравитационного захвата, оно захвачено. Давление нарастает по мере приближения к нейтронной звезде, но давление магнитного поля по-любому будет расти гораздо сильнее. И поэтому на каком-то расстоянии давление магнитного поля уравновесит давление внешней среды. Естественно, вы скажете, может быть ситуация, когда вот этот критический радиус, на котором произойдет остановка, этот радиус будет меньше радиуса нейтронной звезды. Да, так может быть. И тогда влияние магнитного поля несущественно. Это может происходить при очень высоком темпе аккреции на новорожденную нейтронную звезду, например. Но вообще это редкая ситуация в большинстве наблюдаемых астрофизических источников, поэтому действительно магнитное поле где-то остановит. А что у нас происходит снаружи магнитосферы? Там стационарной магнитосферы нет. А что есть? Есть электромагнитное поле и ветер частиц. И то, и другое спадает как единицы на r квадрат. То есть зависимость существенно более пологая, и поэтому внешняя среда, в принципе, если она очень хочет проникнуть внутрь, хочет проникнуть к нейтронной звезде, может преодолеть этот барьер. Ну и в итоге у нас возникает несколько равенств. Вот, скажем, вот радиус Шварцмана в классической ситуации определяется как равенство давлений на некотором критическом радиусе. Внешнее давление это постоянное давление внешней среды, а внутреннее давление это давление релятивистского ветра, спадающее как r-2. Ну и, соответственно, на некотором расстоянии они уравновесятся. Вот это будет радиус Шварцмана. А, скажем, вот этот радиус, это радиус, соответствующий радиусу Альвеновскому, радиусу магнитосферы. У нас захваченное вещество останавливается магнитным полем нейтронной звезды. Хорошо. Наверное, вот на этом слайде я тогда, пожалуй, и остановлюсь. Такой подход позволяет провести классификацию всех вот этих стадий нейтронной звезды. Ну вот в следующий раз поподробнее об этом поговорим и посмотрим какие-то более детальные выводы всех этих формул.